Здарова, друзья, и добро пожаловать на новое видео по лучшим играм для iOS и Android. Сегодня вы узнаете, в какие новинки вы можете поиграть на своем мобильном устройстве. Так что усаживайтесь поудобнее и... погнали! Ну и перед началом этого видео я хочу посоветовать вам принять участие в масштабных боях игры World of Warships. Огромные пушки, мощные торпеды, самолеты, взрывы, брызги воды, очень много экшена. В общем, все, что нужно для хорошего и динамичного отдыха. Ах да, и еще для новых аккаунтов есть шикарный подарок. Премиальный крейсер Албани и 2 миллиона серебра в подарок. Ссылка на все это добро в описании. Dino War. Это очень популярная и успешная мобильная стратегия, в которой вам предстоит сражаться против гигантских кибердинозавров. Впрочем, таких монстров вы тоже можете создавать, ведь в вашем распоряжении находится огромное количество разных юнитов. Судя по оставленным отзывам, игра ничем не уступает полноценным компьютерным стратегиям. Ее функционал огромен, управление удобное и играть в нее одно удовольствие. Disney Heroes Battle Mode. Это пошаговый мобильный файтинг, в котором вам предстоит управлять героями мультфильмов Disney. В частности, с суперсемейкой, что весьма символично, ведь совсем скоро состоится премьера второй части. В общем, в игре вы будете продумывать свой каждый шаг, рассчитывать свои силы для того, чтобы побеждать противников и становиться лучшим из лучших. Royal Car Parking 2 Driving School 2018. В общем, это не гоночки на крутых тачках, как бы вам могло показаться на первый взгляд. Нет, это небольшой, действительно полезный обучающий симулятор парковки автомобиля. Здесь вам нужно будет выбрать себе машину, заехать на парковочную станцию и успешно припарковать свой транспорт на одном из этажей. Конечно, в процессе этого вы не должны повредить ни свое, ни чужое транспортное средство. Думаю, с этой задачей вы точно справитесь. LEGO Ninja Go Ride Ninja. Это очень зрелищный экшен, в котором вам необходимо колесить по городу и, размахивая мечом, убивать своих врагов. Вся игра проходится в движении на скорости, играете вы за ниндзю и убиваете других плохих ниндзя, но это еще не все ваши противники. Также на уровнях вам будут встречаться мини-боссы, разные препятствия и испытания. Так что обязательно поиграйте в эту игру, если любите LEGO, ну или просто вам незачем заняться и вам нравятся игры подобного жанра. Fly the Gun Simulator Game. Это вполне неплохая игра по убийству вашего досуга, ведь в ней вам всего лишь нужно вовремя нажимать на курок, чтобы делать выстрелы и, направляя свое оружие, собирать монетки и очки улучшения, чтобы потом покупать новые стволы, становиться лучше и устанавливать новые рекорды, которые потом можно предлагать побить вашим друзьям. Миркулаус Леди Бук энд Кант Нойер. Это веселая игра, в которой вам необходимо постоянно бежать и сбивать монетки, уворачиваясь от препятствий. В общем, система эта, думаю, всем известна. Подобных игр очень и очень много. Они пользуются популярностью и являются весьма успешными. Так что если вам нечем заняться и вы любите игры подобного жанра, то обязательно опробуйте эту игру. Рейк Монстр Хантер. В прошлый свой топ я добавлял симулятор охоты на снежного человека. Так вот, это почти что точно такая же игра, вот только Йети заменили на нового супер кровожадного монстра. И немного изменили его поведение, так что словить его стало сложнее. Огнестрельное оружие, приманка, ловушки и много чего другого. Все это будет доступно вам для того, чтобы вы споймали этого монстра и остались в живых. Кар Симулятор Уинено. Название этой игры говорит само за себя. Здесь вам предстоит улучшать свой автомобиль, перекрашивать его, менять салон, ставить новые запчасти и разъезжать по городу. Так что если вы любите игры с крутыми тачками и вам нравится их всячески улучшать и модернизировать, то милости прошу, вы точно оцените эту игру и она вам скорее всего понравится. Это бесплатная игра с гонками на вездеходных монстр траках с сотнями испытаний, возможностью играть с лучшим другом, с обширным ассортиментом кастомизации автомобиля и многим другим. Пристегни ремни и врывайся вперед в невероятно увлекательной и веселой игре с пвп гонками в реалистичных условиях. Море веселья гарантировано, игра вам точно понравится. Flame Hero – это отличный экшен от третьего лица в небольшом, как для мобильной игры, открытом мире, в котором вам предстоит расхаживать по городу и своими огненными суперспособностями уничтожать все вокруг, поджигать тачки, жечь врагов и исследовать город. Игру можно даже назвать небольшим мобильным аналогом GTA, так что обязательно с ней ознакомьтесь, если вам нравятся игры подобного жанра. Хиг Скулганг – это игра, главный герой которой уж очень сильно похож на главного героя игры Були от всеми известных Rockstar Games. Впрочем, геймплей и вообще суть игры тоже очень схожи. Здесь вам необходимо бегать по школе и всячески доставать своих сверстников. Рогатки, петарды и прочие приспособления вам помогут это сделать. Ну и кстати, простые уличные драки здесь тоже есть, так что повеселиться однозначно можно. Эту игру даже можно было назвать максимально урезанной, но играбельной мобильной версией того же самого Болли. Castle Kingdom Crush in Fire – это пошаговая стратегическая игра в фэнтезийном сеттинге. Здесь вам предстоит создавать своих юнитов, направлять их в бой, анализировать силы противника и делать все возможное для того, чтобы одолеть врагов. Графика в игре мультяшная, что плюс. Управление отзывчивое, все играется легко и непринужденно, так что оценить эту игру однозначно можно. Black Swat Counter Strike Game – это динамичный шутер с видом сверху, в котором вы будете бродить по длинным коридорам и разным комнатам, попутно убивая затаившихся и агрессивно настроенных врагов. Игра во многом похожа на всеми известную Hotline Miami и точно понравится любителям игр подобного жанра. Оценить ее можно, игру я вам, конечно же, рекомендую. Harry Potter Hogwarts Mystery – это одна из самых популярных игр для смартфонов на данный момент, которая может даже попасть в топ самых популярных игр для смартфонов за всю историю. Ведь она вышла 15 мая этого года и за неделю она получила более миллиона разных, в основном положительных отзывов в одном только Google Play'е и несколько миллионов загрузок. Это действительно рекордные и внушающие результаты. Ну а в самой игре вам предстоит поступить в школу Hogwarts, выполнять там разные задания, общаться со сверстниками и изучать новые заклинания. В общем, фанаты Гарри Поттера точно должны оценить. Pick Up Truck Simulator – это неплохой симулятор автомобиля Pick Up. Игра действительно неплохая, ведь в ней вы и по бездорожью сможете поездить, и с трамплина попрыгать, и другие машины потаранить. В общем, хорошенько развлечься, думаю, у вас получится. Break to Die – это такая небольшая игра-испытание, в которой вам необходимо ехать по дороге на высокой скорости, обгоняя другие автомобили, коих на дороге очень и очень много. Поэтому не создавать аварийную ситуацию очень сложно. Но в этом и заключается суть всей игры. Установите свой собственный рекорд по преодолеванию дистанции и хвастайтесь ими перед друзьями. Ах да, ну и еще здесь можно по пути подбирать разные перки и, например, запускать в ближайшие машины ракеты, чтобы те не мешали вам проехать. В общем, это весело. Grand Street Vegas Mafia Crime Название этой игры тоже говорит уже все само за себя. И думаю, всем понятно, что это такой лайтовый клон GTA. Но это, конечно же, не есть плохо. Возможностей у игры хватает. Можно и по городу побегать, и пострелять, и тачки поугонять, и прохожих поизбивать. В общем, чем вам не GTA. Все вполне играбельно и забавно. Если понравилось, тогда оцените. Mountain Sniper Shooter Elite Assassin Это неплохой шутерок на вечерок, в котором вы появитесь на заданном месте на карте и начнете отстреливать врагов. Отстреляйте всех на этом уровне, переходите на следующий, и так пока не надоест. Заинтересованы? Тогда вперед, скачивайте и играйте. Commando Hunter Sniper Shooter Это один из аналогов контры для мобильных устройств. Классические карты, урезанная графика, тоже оружие, небольшие мультиплеерные матчи и куча другого веселья. Если вы соскучились по контре, но у вас нет доступа к стационарному компьютеру, то можете развлечься в этой игрухе. Это, конечно, не то же самое, но досуг ваш точно сократит. Sniper War Island Shooter Это еще один неплохой снайперский шутер с приятной, как для мобильных устройств, конечно же, графикой, несколькими режимами, удобным управлением и неплохим геймплеем. Можете добавить его себе в избранное и поиграть, когда появится свободное время. Думаю, игра этого точно заслуживает. Ну а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео и вступайте в группу ВКонтакте. Там вы найдете много интересных новостей по фильмам, играм и сериалам. Всем удачи, друзья, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok